Добрый день уважаемые слушатели канала Сангейтс. Поздравляю всех с началом лета и предлагаю сегодня рассмотреть прогноз на июнь в общем и помесячно для людей рожденных каждый из 12 месяцев рождения. Ключевые слова этого месяца это сложный выбор среди множества дорог, это взаимная любовь, это ответственность, решительность принятия решений, это сердечность, эмоциональность, эмпатия, чувствительность. Применяя теорию образов или архетипов через старший аркадоторон, поле текущего месяца будет создаваться энергиями влюбленные, колесница, трансформация и император. Этот месяц будет скоростным на принятии решений и неизбежность перемен будет диктовать свои условия. В этом месяце нам придется всем очень быстро успевать, анализировать, делать, но делать с любовью, из сердца, из чувства долга, но не из жертвенной позиции. Важно понять и принять решение и сразу сделать первый шаг навстречу изменениями. Те изменения, которые мы ожидали, которые должны произойти, и мы через них трансформируемся и идем в новое. Ну, как я уже сказала, месяц обещает быть решительным и перемены в жизни будут для кого-то резкими, очень резкими. Особенно у тех, кто, знаете, вот дотянул до последнего, когда надо было уже сделать вчера, еще вчера, говорили, да. Но не сделано. Поэтому жизнь будет подталкивать и ускорять. Всегда, когда мы оттягиваем с принятием решения, мы на самом деле, конечно, решаем, но решаем, как правило, ничего не менять. Это тоже решение. И вот сама жизнь тогда вынуждена делать это за нас, за нас решать. Не всегда деликатно, не всегда самым лучшим и комфортным для нас образом. Пока мы живем в состоянии жертвы и не являемся хозяевами своей судьбы, мы не можем принимать решение. Мы действуем из необходимости, из нужды. Вот этот месяц, июнь, предлагает провести ревизию в голове, в отношениях, в работе и даже в том, где мы живем, в нашем доме. Можно начать с того, чтобы выбросить, например, старые ненужные шкафы с полок, в ванны, на кухне. Наверняка там куча запасов кремов, каких-то старых ненужных вещей, из которых уже, которые или непригодны, или пора их превратить в что-то другое. Старые крупы можно кормить птицам, например, на улице. Также, если посмотреть одним глазком в Асту, то поскольку у нас тема любви по аркану влюбленных актуальна, в этом месяце июнь-шестерочка, и тема влюбленности, она, если смотреть на территорию дома, то отвечает, конечно, юго-восточный сектр дома, где планета Венера охраняет, оберегает, курирует этот сектор нашего дома. И все, что касается или из области этой планеты, все, что красивое, творческое, все, что для себя, потому что Венера себя любит, и она любит уход. Все это будет очень прям мотивом проходить сквозь месяц, и все будет точным попаданием в тематику, в гармонизацию этой планеты. Поэтому посмотрите на свой юго-восточный сектор, и, ну, как минимум, порядок навести, или что-то красивое купить можно, поставить какую-то новую статуэтку, или картину повесить, или что-то такое, которое вам откликнется, будет в контексте, пишется интерьер, дизайн и так далее. Ну, опасные установки месяца – это когда вы говорите или думаете так, что вы не властны над изменениями в своей жизни, или вам не хватает смелости, чтобы что-то новое начать, или вам просто и лень, и некогда заниматься собой и своим здоровьем. Этого, это все мы переписываем на то, что нужно, наоборот, сделать, потому что тема здоровья в июне, она так прям на повестке. И в этом месяце следим за своим здоровьем не только физическим, но и ментальным. То есть заботимся о себе, проявляем любовь к себе, к своим близким. Больным вы будете, понятно, что доставлять проблемы, трудности, поэтому профилактика всегда лучше, как в советское время, давнее, но очень позитивное в этом смысле. Играло радио в моем доме, и прямо вот мы просыпались, и утренняя гимнастика. Воле-неволе, под эту маршевую музыку, очень хотелось присоединиться хотя бы на какую-то пару движений, и это уже было в системе, и это формировало весь день. Это было здорово. Поэтому новые привычки, касаемые этого месяца, это любовь, здоровье, скорость и осторожность. Любовь к близким, она всегда начинается с заботы прежде всего о себе. Сейчас давайте посмотрим, как вам подготовиться к этому июню. Первый день сегодня прошел. И как прожить на 100% согласно вашему месяцу рождения. Январским. Время действовать. Людям, рожденным в январе, этот месяц покажется таким мощным для великих свершений в карьере, а также для путешествий. Если вы, например, не знаете, куда поехать, то, конечно, лучше на море, а когда лучше в июне. Июнь для людей, рожденных в январе, он несет частичку архетипа года. Архетип года с энергией колесницы. И июнь с энергией колесницы. То есть она для вас вдвойне усилена. То есть все скорости, которые привычны для вас в этом месяце, в этом году, а не для всех для нас, мы, наверное, уже можем какой-то промежуточный анализ делать. И подтвердите, что да, ваша жизнь, вот если немножко остановиться, она реально ускорилась, события ускорить. Все находится в связке движения, цель, действия. Так вот, для людей, рожденных в январе, июнь будет настолько необычен. И все, что для всех нас ускорено, например, на порядок, для январских мы умножаем еще на два. То есть колесница архетипа июня должна будет ехать по правилам соцсума. Вам судьба вновь и вновь будет приносить ситуации, в которых нужно будет повторить «я есть», «я хочу», «я могу» и идти, ехать, двигаться вперед. Данный архетип очень легко загорается идеями, он целеустремлен, и поле месяца дает энергию на необходимый прорыв. Для вас очень важно не дать себя отвлечь, потому что сила намерения откроет множество путей к реализации. Для февральских нужно помнить, что все важно делать по закону и правильно. Но также важно работать с гипертревожностью. Она может вынуждать тратить много энергии на лишние действия. В наступившем июне вам будут опытные результаты ваших предыдущих действий. В этот период приходит карма либо наградой, либо заботами, потому что восьмерочка – это период причинно-следственных связей, когда закладывая фундамент в это время, вы получаете соответствующий результат в следующий период этого архетипа или аркана справедливости. Когда он у нас в картах кармы, когда он в периодах, если смотреть глубоко, широко и так далее. То есть так или иначе он проявится, то есть он важен. Возможно, вы в этом месяце будете находиться в центре каких-то, в том числе и конфликтных ситуаций, поскольку энергия не бывает совершенно однобокой или одногранной. В каждой энергии граней много, масса просто граней и проигрываются для нас, для каждого человека либо всеми гранями, более-менее в каком-то равновесном соотношении, либо какие-то проявления будут проигрываться больше, какие-то меньше. Всё зависит, поскольку энергия кармичная, всё зависит от накопленной кармы. И ваша задача будет в том, чтобы разрулить её, обнулить и ни в коем случае не становиться её источником. Я увидела, что здесь была прервана трансляция, поэтому я продолжу. Может быть, накладка будет какая-то. Мы говорим про людей, рождённых в феврале, и очень часто в период действия этого архетипа происходит активное взаимодействие с органами госструктуры, заключение любых сделок, подписание любых важных документов. Это архетип юридической сферы. Идеально использовать этот период для осмысления баланса Вселенной, понимания законопричинно-следственных связей. Для людей, рождённых в марте, время уединиться и подумать о любви к себе. Но не следует уходить слишком далеко и надолго. Всё же месяц приказывает быть в любви, но помнить про свою самодостаточность. Управитель вашего месяца, этого июня, отшельник, говорит, что предстоит много духовных открытий. И вы будете заняты своим внутренним миром. Вам предстоит собраться с мыслями, обдумать свой жизненный путь. В это время хорошо удалиться от сосума, уехать в дальнее путешествие, в ретрит, где никто не беспокоит. Вы сможете остаться наедине с собой, своими мыслями. В чувствах это может означать отстранение или охлаждение чувств, временное, конечно. Потому что пришло время понять, что вам подумать, понять и принять, что вам надо изменить в себе. И прежде всего, в общении с другим людьми. Для людей, рождённых в апреле, сидеть некогда, потому что время делает большие деньги. А также читать знаки судьбы. Ведь судьба сама подсказывает, какой наилучший выбор сделать, где наилучшая выгода. Но не забывайте благодарить судьбу за шансы. Энергия колеса фортуны, она всегда будет расширять ваши возможности. И в вашу жизнь могут приходить люди, которые буквально будут менять вашу жизнь и судьбу. У вас есть возможность расширить любые темы вашей жизни. Будь то бизнес, духовные практики, любовь, деньги. Чем с большей готовностью вы примете вызов судьбы, тем больше у вас будет шансов повлиять на происходящее. Тем глубже вы ощутите связь со своим истинным жизненным предназначением. И тем скорее окажетесь на подъёме колеса жизни, где вас ждут успехи и поддержка. Майским придётся показать зубы в чём-то и действовать активно, а не привычным, пассивным способом. Время заняться спортом, укреплять здоровье. Внутренний импульс Март, энергия, страсть, харизма. Личная цель – это радость жизни, это в том числе и сексуальная трансформация. Качество июня для вас – это высший дух, жизненная энергия, познать свои желания истинные. И если эта энергия типа силы будет не по нитованию, то неудовлетворённость, депрессия, подавленность – нет сил, нет энергии на свершение своих планов. У вас появится шанс понять всё о своих истинных желаниях. Эта энергия поможет вам увидеть, что не нужно скрывать свои желания под маской благопристойности. То есть желания, любые желания, если есть, то они имеют место быть и имеют право быть. Необходимо открыто признавать свои желания, не прятать их, осуществлять желания. И таким образом вы пробудете свой внутренний источник энергии, если посмотреть на профессиональное поприще, то здесь важно отдаться своему делу целиком и полностью, именно подчеркнув своему делу. Важно следить за телом, конечно. Это массаж, ухаживание, это отдых. Далее мы переходим к людям, рождённым в июне. И для вас в этом месяце придётся выбирать и не становиться жертвой выбора других. Если рулите не вы, то рулят вами. Время позависать, прижаться к своим родным, близким, внутри семьи. Но не забудьте, если вы так подвисли на что-то, то наоборот сделать, отвиснуть, так сказать. Тренд месяца – это переменно, хотя вам лучше спешить не спеша. Внутренний импульс апреля – это самоотдача, принятие собственной судьбы, поиски глубинного смысла, личная цель апреля – зрелость, обретение мудрости, сосредоточенность, изменение поведения, другой угол зрения на происходящее. Качество июня – это новое понимание жизни. И энергия повешена будет не понята вами. Если вы будете, если вы оследите за собой, что не зависание, а прямо застой, не движение и новый взгляд на происходящее, а сопротивление, тогда это всё может превратиться в состояние тупика, потерю смысла жизни. И мы понимаем, что любая энергия, и тем более внутри общая энергия архетипа, трансформации, она про тему поворота судьбы. И важно не находиться в тупике долго. Надо увидеть, взглянуть на ситуацию по-другому. Тогда в этом случае появится выбор. Мы можем изменить либо образ мысли, либо образ действия, либо свернуть пути, либо выбрать другую совсем дорогу. Или дальше подвисать, страдать, не надеясь на улучшение. На профессиональное поприще идёт некоторое замедление дел, но это всё неспроста. Вам нужно остановиться, посмотреть на всё по-другому, на свою профессиональную деятельность в том числе, и увидеть, что в ней необходимо поменять. Для людей, рождённых в июле, придётся временами не сладко. Во-первых, могут быть проблемы со здоровьем. Вот если я уже сказала, что 13 энергия, вот она в старших арканах 2 называется, смерть пугаться не дать название. Название звучит как трансформация. По смыслу. И когда мы говорили, что для людей, рождённых в январе, энергия совпадает с энергией года, не усиливается, то энергия общего июня для всех, для людей, рождённых в июле, тоже совпадает с энергией общего месяца. То есть тоже усиливается. И тоже 13-е. Поэтому акцент сюда. Тема здоровья первая, о чём говорится. То есть профилактика. Сходить, если вы давно собирались, то надо сходить провериться. Попить какие-то профилактические, что вы принимаете, травки, травимечки и так далее. Далее вам нужно действовать ещё быстрее, чем обычно. В этом месяце вы можете совершить революцию свою внутреннюю, в первую очередь. Будете тогда активно себя, есть за что похвалить. Всё будет супер. Для вас это важный месяц, на самом деле, который будет буквально менять вашу судьбу вот такими поворотами, неожиданными даже для вас. Внутренние импульсы имена. Это отпускание старого, становление нового. Личная цель месяца – создать пространство для чего-то нового в вашей жизни. Ну, качество – это внутренняя мудрость, последовательность. И если энергия трансформации будет вами не понята, то страх отпустить от жившего давно уже будет присутствовать. Может появиться состояние потери смысла жизни. Потому что эта энергия, как никакая другая, показывает вам об окончании одного периода вашей жизни, начало другого. И здесь во времени может такой быть какой-то, знаете, люфт безвремения. Вы можете заложить любые желания на новый виток вашего конеца жизни. На профессиональном поприще это начало нового этапа. Расстаться с тем, что давно отжило, требует кардинальных изменений. Для людей, рожденных в августе, необходимо следить за своим эмоциональным здоровьем. Помнить, что нервные клетки дороже, ведь риск эмоций в моменте. Самое время быть у воды, и вам благоприятны путешествия на море. Личная цель июня найти философский камень. Качество июня осознать и осознать истинное совершенное я. Правильно сочетать отдых, работу, активность и пассивность. Если энергия умеренности будет не помнит вами, то излишество, преувеличение конфликта, распада, склонность к крайностям в любых абсолютных сферах, в том числе, скажем так, с едой, может передание наблюдаться, и потеря энергии. Все это может быть крайними проявлениями. Если вам все время хочется спать, вы прямо отслеживаете с собой, то это тоже растрата энергии. Помните и посмотрите вообще, сливаете ли вы энергии? Куда вы ее сливаете? Если вам хочется спать, то это такой звоночек, то есть спать больше, чем обычно, подолгу спать. Энергия и умеренность в июне может указывать на некие ваши стороны личности, которые до сих пор были подавлены или скрывались, поэтому нуждаются в балансе. Сделайте что-то в июне противоположно своему обыденному поведению. Попробуйте сделать ваш мир более разнообразным и сбалансированным. Попробуйте договориться сами с собой, войти в резонанс со своими мечтами и желаниями. Ну, а на профессиональном поприще будет период для вас мирного, безнятежного развития. Вы можете найти золотую середину, этот самый баланс в профессиональной сфере, только когда научитесь не переоценивать значимость той или иной ситуации. Для людей, рожденных в синтеке, будет жарко. Очень активный месяц, который соблазняет огромным количеством удовольствия. Вы рискуете потратить энергию, в том числе и в пустую, если будете действовать по принципу «меня прет, меня несет». распределяете энергию и не забывайте получать удовольствие от материального мира и всего, что у нас есть. Внутренний импульс июня научит вас осознанию своей силы, осознанию ваших истинных желаний. Личная цель июня – духовный самоанализ, понять свои завязки, свои тени, свою теневую часть, то, что скрыто от нас, то, что в области бессознательного. И они, вот эти вот теневые заявочки, могут мешать, решать, реализовывать ваши планы и цели. Качество июня – осознание истинного совершенного «я», понять свои неиспользованные возможности. Если энергия, а эта энергия в «я» будет непонятованием, то стремление к разрушению или зависимость от чужого мнения будет рядом. Но, тем не менее, эта энергия будет нести в целом в плюсе к пробуждению, к знакомству с различными сторонами своей системы. И мы все стороны должны знать, как минимум познакомиться с ними. Могут произойти некие события, которые помогут вам осознать зависимость и несвободу от чего-либо или, наоборот, нерешительность. Ну, например, вы можете отчаянно пытаться выбраться из какой-то ситуации, но из-за постоянных сомнений не можете решить, что же делать. на профессиональном уровне энергии говорит о том, что встает вопрос власти, либо вы доминируете, либо кто-то управляет вами. Поэтому тоже отслеживайте. Для людей, рожденных в октябре, время строить и перестраивать. В это месяце будет рушиться то, что не имеет опор и плохо организовано. Время укрепить позиции, расширить сферу влияния. Внутренний импульс июня раскрывает смену ценностей и ориентации на противоположное. Личная цель июня это трансформация самого себя. Правда, просветление или осознание, которое поражает подобно молнии, разрушит фальш и закостеневшее устаревшее представление о себе. В качестве июня разрушение явно устаревшей структуры. Каждое завершение это начало чего-то нового. Если энергия башни будет наполнен о вами, то слепое разрушение или саморазрушение может быть. Энергия башни в июне будет всячески показывать и говорить вам, что стены, за которыми вы до сих пор прятались, они могут и рушиться. Особенно если фундамент уже не прочим, особенно если это требует давно уже ремонта, косметического или серьезного какого-то ремонта. В том числе башни это реальные стены и реальный дом. Кроме того, что виртуальные и физические конструкции. Поэтому необходимо активно заняться перестройкой и башня, которая символизирует если в глобальном смысле смотреть, то такая устаревшая система ценностей в духовном плане она тянется на высокое, она тянется верхушечкой к Богу. Это верхние чакры, если смотреть чакры это столб наш весь позвоночник. Когда это все падает вместе с ней и образ мира, который стал для вас слишком малой песен, то здесь мы говорим о слове, называем катарисис. То, что раньше воспринималось как надежно, стабильно, оказалось пустым и никчемным, мешающим вам сделать шаг навстречу новому миру. В профессиональной сфере башни как бы вырывает вас из слишком тесных рамок для того, чтобы начать нечто новое. поэтому начните сами свою перестройку, иначе перестройка начнет там, где вы не ожидали. Мы говорим детонка, там и рвется. Поэтому все ремонты, которые планировали, пожалуйста, начинайте это самое благоприятное время, и это будет как раз коррекцией этих энергий, ну как бы вас тупай одной из. Тем более, что в плюсе, соединяя общую энергию трансформации и энергию башни для вас вместе в общее поле, создается такая тенденция, вот по трансформации утром проснулся и решил яркий клеевый огонь, потому что мне эти обои надоели модны и много еще можно каких-то аргументов привести. И башня говорит, да, окей, мы прямо сейчас с семьей собираемся, едем, выбираем и начинаем ремонт. То есть это в плюсе, это быстро решили, быстро сделали. В минусе это ничего не решаем и тогда рушится все так получалось. Ну так получается или такие складываются обстоятельства. Поэтому тоже отслеживайте, но вообще энергия, конечно, считается несколько тяжелой, вот вкупе, в соединении тоже с тринадцатым арканом, поэтому будьте аккуратны. И что касается поездок, здесь я бы вам не рекомендовала на какие-то серьезные шаги решаться, да, либо подбирать какие-то свои дни, подходящие именно для вас. Для людей, рожденных в ноябре в этом месяце звезда освещает путь. Вы можете проявлять свои таланты, способности, главное вера в себя. Будьте аккуратны, стремитесь к тому, чтобы следовать за этой своей звездой, следовать за теми, кому вы доверяете. Месть показывает как верную дружбу, так и вероятность предательства. Энергии в июне будут всячески показывать вам, как инклюзивно взаимосвязи. И звезда говорит о понимании сил, создающих вселенский период на интеллектуальном уровне. На профессиональном уровне далеко идущие планы у вас. Есть все основания рассчитывать на успех в профессиональной деятельности. Внутренний импульс июня научит быть в моменте, проживать каждое мгновение, как единственное и неповторимое. Личная цель июня духовный самоанализ, понимание совершенства космоса, обновления, перерождения. Качество июня это беззаботность и вера в будущее. Для людей, рожденных в декабре, в этом месяце можно будет понежиться дома, готовить что-то вкусненькое, проводить романтические вечера с любви. Но важно не зависнуть тоже на этом, не залитнуть. Время романтики и исполнения заветной мечты. Но энергия в июне она будет еще ввести и глубины внутреннего мира, знакомить с образным миром души. Важно поработать со своими страхами и увидеть что мешает вашему развитию. На профессиональном уровне стоит прояснить любые мутные ситуации. Опираться на свое интуитивное чутье важно. Это кармический месяц для людей кармический месяц для людей рожденных в феврале, в апреле и в октябре. Ну и посмотрим на эту энергию июня шестого аркана влюбленных на ее плюсовые и на минусовые качества. Так вот, чтобы в плюсе проиграть все, что может приложить июнь, надо любить и быть людьем, заботиться об отношениях с собой и другими и миром в целом. Это ответственность, проявление ответственности, это обходительность, умение строить отношения с людьми, забота, чувство, вести, вкуса, гармоничности, артистичность, куда без нее, влюбленные еще те артисты, да, линера, поскольку творчество, творческое проявление себя, много объятий, много дружеских посиделок, это чувственность тела, это коррективное мероприятие. Ну а если в минусе, то может проявляться агрессивность, мстительность, зависимость от мнения других, отсутствие своего мнения, зацепенность на прошлых отношениях, завышенные требования к партнеру, обидчивость, неумение прощать, неправильный выбор партнеров, нездоровые отношения, трудно делать выбор и сомнительность, потому что не знаешь, так или не так, белые сапожки или красные сапожки и так далее, нежелание тактильного контакта, избегания прикосновений со своими близкими. Ну что здесь можно еще сказать про июль, можно некой ремаркой такой еще описать его, что все начинается с любви в себе, и важно дать настоящую свободу себе, близким, и кто может это сделать, может только тот, кто умеет любить в первую очередь сам и любить и прощать. Поэтому общий совет и каждое утро задавать себе вопрос, а это то, что я собрался сделать сейчас, я делаю из любви к себе или по какой-то другой причине. Ну и, конечно, важно уделять в этом месяце, как и, собственно говоря, в каждом, да, мы знаем про Вестину, мы об этом помним, поэтому любые благие дела это наша Вестина, это наш вклад в общее поле, в общее взаимодействие социумом, и месяц богат на внезапные перемены, поэтому больше медитируйте, вас меняют, а вы себя тоже, чтобы это все на скоростях не улетело, надо себя немножко останавливать, вот медитация, она хорошо успокаивает ум, для того, чтобы уже завтра идти в новое, поэтому успокаивайте ум дыхательными практиками, больше путешествуйте, природным источником, и в этот месяц лучше, конечно, исключить алкоголь, потому что все-таки 13-й аркан, еще раз, и в то же время сильная сторона месяца вы можете сделать сами себя буквально, но избегайте ненужной траты денег, учитесь принимать решения быстро, самостоятельно, вырабатывайте в себе менее критический подход к жизни, больше доверяйте людям. Надо сказать, что третья декада месяца она будет позитивнее, ближе к переходу на июле, это будет более позитивное время, и если посмотреть уже по дням, но это опять-таки общие, да, в контексте общего прогноза, то я сейчас назову несколько дней, загруппировала их, но все-таки лично для вас вот этот день может проиграться, вот те, которые я сейчас перечислю, может проиграться по-своему, но коллективная атмосфера дня, вот погода дня, она будет такой, какой я сейчас скажу, вот наиболее сложные дни, прямо вот я бы поставила два знака восклицательных около этого дня, да, это седьмое, десятое, тринадцатое, шестнадцатое, двадцать девятое, именно в эти дни энергия разрушения, травм, опасности максимально высока, поэтому для поездок, переездов, открытия бизнеса лучше подобрать другой день, но кроме того напряжение ожидаемо шестого, девятого, двенадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать второго, двадцать девятого, много таких дней, но есть благоприятные дни этого месяца, пятый июня, хороший день, одиннадцатый июня, один из самых важных дней июня, да, когда одиннадцатое число силы, это сила нам нужна всегда, это импульс, и применить мы можем этот импульс для работы, для бизнеса, для деловых переговоров, командировок, поездок личного характера, вероятность достичь успеха в делах будет крайне высокой. Ну, 21 июня, день летнего солнцестояния, еще один важный день июня, и это крайне благоприятный, если один из не самый, ну, благоприятный точно, поскольку мы смотрим обычно 21 июня, не только сам день, да, а пару дней до него и пару дней после него такая вот общая боль создается, но там тоже по событиям отслеживайте, но этот день, вот 21 июня, он хорош для любых дел, потом для преображения внешности, для попыток избавиться и действий, да, попыток и действий от выверных привычек, продуктивность большинства людей значительно вырастет, потому что вырастет силы, этого дня, возможности этого дня, ресурс и также мы на самостоянии, 4 самостояния в году мы ждем эти точки, поворотные точки колеса жизни и делаем различного рода практики, то есть мы так нам 4 сезона отмерено по от одной точки самостояния до другой точки самостояния период мы заложили, прожили период дальше скорректировали заложили на следующий то есть должно быть настроение просто отличным и закладываем все, что только не пожелаем поэтому я желаю вам познать структуру глубину философии счастья своей июньской жизни 2023 года прекрасного всем летнего солнцестояния волшебного летнего состояния и до новых встреч субтитры субтитры